Ну а далее о том, как защитить дольщиков, перевести девелоперов на проектное финансирование и гарантировать сделки с недвижимостью с помощью эскроу-счетов. Смотрите прямо сейчас специальный репортаж Лейлы Алназаровой. Раньше истории с обманутыми дольщиками напоминали сюжеты многосерийных драм, а хэппи-энды порой и вовсе не случались. Покупая дом на этапе строительства, хочется быть уверенным, что его достроят и сдадут в эксплуатацию. А если этого не произойдет по каким-то причинам, то вам вернут деньги без отлагательств. Перевод продаж квартир на востройках на эскроу-счета и стал тем самым механизмом, который защитит права дольщиков в полном объеме. Застройщики и крупные игроки в принципе на этом рынке, в том числе и банки, достаточно активно двигаются в этом направлении. Мы в целом пилотируем сейчас ту технологию, которую разработали. Постарались ее сделать максимально комфортной и простой, как для физического человека, который приходит к нам в офис и просто открывает этот счет. С одной стороны, с другой стороны, чтобы это действительно и для застройщиков, с которыми мы взаимодействуем, этот процесс был достаточно простой, понятный. Прекратить прямое финансирование новостроек за счет денег дольщиков решено с 1 июля этого года. Пока рынку дали адаптироваться. Девелопер уже пробует работать с новым механизмом. Это 39% объемов. Игорь Белокобыльский руководит строительной компанией в Новосибирске. На рынке уже 7 лет. Сейчас работают с объектом, бюджет которого порядка полумиллиарда рублей. Из них около 300 миллионов уже получено в рамках проектного финансирования от банка. Мы получили в необходимый нам срок необходимый нам продукт. Всего же в течение первой половины 2019 года мы должны получить проектное финансирование со счетами из Кроу на общий объем порядка 5,5 миллиардов рублей. Впрочем, еще не все девелоперы нашли общий язык с кредитными организациями. Например, в Смоленской области строительная фирма столкнулась с несоответствием своих проектов новым требованием. Маржинательность проектов очень низкая. Запасы банков в центробанке должны быть увеличены. Мы не проходим по кредитспособности, вот по этим показателям. Эту проблему застройщик уже обсудил с властями региона. Указал, что имеет хорошую кредитную историю, не допускал просрочек сдачи домов. Одновременно компания оптимизирует и свою работу, чтобы больше соответствовать правилам. Сейчас мы находимся в поиске приемлемый выход из этой ситуации. Мы видим продолжение работы с банками, это один вариант, и работы с федеральной компанией Дом.РФ. С банком Дом.РФ. Механизм проектного финансирования новый, но и застройщики, и банки уже работали раньше с теми же счетами СКРОУ. Технических проблем с переходом на них не будет. Ну а старая система долевого участия должна уйти в прошлое. Было принято политическое решение, чтобы мы перешли на проектное финансирование. К которым мы говорим. Ну и вы должны понимать, что это непростой механизм. И все мы должны понимать. Да, он защищает совершенно гражданина. Человек теперь возьмет деньги в ипотеки или свои. И подпишет застройщикам контракт, и отнесет в банк. И на специальный счет застройщик эти деньги положит. И которые будут заморожены до конца ввода. Но эти деньги пойдут в обеспечение кредитной линии. Того проектного финансирования, который пойдет на банк. Чем больше денег на искровый счете, тем дешевле будет проект. Переход на новую схему потребует от банков значительно увеличить кредитный портфель в секторе. С нынешних 600 миллиардов до 4-6 триллионов. Для стимулирования кредитования отрасли предусмотрен запуск механизма гарантирования. Продукт, который мы начнем применять с июля, сейчас мы его тестируем. Гарантия для банков по обязательствам застройщика. По сути мы будем держать на себе тот риск, который банк будет принимать, выдавая проектное финансирование. Развить интерес у банков и уменьшить риски позволит этот инструмент. Мы рассчитываем, что таким образом увеличится конкуренция. И как следствие развитой конкуренции уменьшатся ставки для застройщиков по искровой счета. Часть уже строящихся объектов разрешат завершить по старым правилам. Но лишь при условии соответствия особым критериям, разработанным в Минстрой России. Ключевые объем договоров долевого участия в проекте 10%. И готовность объекта не менее 30%. Когда мы говорим о 30% готовности уже вложенных средств, то практика показывает о том, что с этими проектами, как правило, меньше всего проблем. В эти же 30% у нас еще и входят показатели, связанные с затратами застройщика на подготовку данного проекта. То есть мы говорим не только о готовности физической, но и еще финансовые вложения, которые понес застройщик из собственных средств. Разумеется, те девелоперы, которым разрешат завершать уже начатые стройки без проектного финансирования, будут под строгим контролем. В ряде случаев потребуются и гарантии. Мы все-таки дадим возможность тем застройщикам, у которых возникнут сложности, но допроподрядочным застройщикам, у которых есть достаточно хорошая история, на протяжении многих лет, довести свои проекты, сдать их вовремя. Обеспечить финансированием новые объекты, довести до ума уже начатые. Еще не все вызовы в отрасли. Один из главных – обманутые дольщики. Недостроенных домов более 2000. 68, а это 65 объектов «Урбангрупп» и еще 3 красноярской реставрации будет достраивать уже фонд защиты прав граждан-участников долевого строительства. Специальный механизм для этого создан благодаря последним изменениям в законодательстве. Фонд получил право создать специализированного застройщика, который сможет принимать на свой баланс незавершенные объекты и, соответственно, далее их достраивать, причем достраивать не только жилые дома, но и объекты социальной инфраструктуры, инженерной инфраструктуры и уже комплексно передавать тем дольщикам, которые вкладывались в свое время в эти объекты. Усилился и контроль. Раньше перечень оснований для внеплановых проверок застройщика был ограничен, а занимались ими местные власти. Новые поправки позволяют проводить аудит фонду при первых подозрениях. То, что это необходимо, доказал пример «Урбангрупп». Если бы на более раннем этапе фонд защиты прав граждан смог бы зайти на аудит и проверку застройщика, проблему наверняка мы бы смогли выявить и приостановить те продажи, которые осуществлял «Урбангрупп», и, соответственно, таким образом не допустить такого огромного, во-первых, количества дольщиков, которые пострадали, и, во-вторых, сократить наверняка тот финансовый разрыв, который допустил застройщик. Антон Милюков – один из тех, кто мог бы стать жертвой краха «Урбангрупп». Адвокат по профессии, он хорошо знаком с законом о долевом строительстве, но едва ли представлял, что столкнется с ним настолько близко. Тогда еще активно не подключился дом РФ, и в целом все пребывали в таком смятении, в очень тревожном настроении. Семье Антона приглянулось квартиру в Подмосковье, но дом «Урбангрупп» достроить не смог. Его завершали уже под контролем фонда защиты дольщиков. А непосредственно ваша квартира где она? С той стороны, да? Моя квартира вот в этой четырехэтажной секции на последнем этаже, там, где стена выкрашена синюю цветом. По словам Антона, ключи он получит уже в следующем месяце. И, что важно, кроме самой жилплощади, удалось получить права и на кладовую, которая обошлась в 135 тысяч рублей. Помещение вполне универсальное. Здесь можно и зимние шины хранить, и детские велосипеды, коляски. Раньше при банкротстве застройщика претендовать на кладовые помещения или парковки в большинстве случаев было бессмысленно. Но новые поправки в закон теперь дают и такую возможность.